Здарова пацаны, с вами Джофф и сегодня мы поговорим про немецкий СТ 10 уровня Leopard 1. Сразу скажу вам, что я не просто сейчас выкатывал Leopard 1, но я его активно выкатывал в паре с французским СТ 10 уровня AMX 30B, чтобы, так сказать, воочию сравнить эти два танка и понять, в чем же их суть, в чем же их особенность, потому что до этого я не обращал на них вообще никакого внимания, потому что считал, зачем они вообще нужны, если есть советский СТ и есть Е50М или американский Пантон. Ну, во-первых, скажу сразу, что AMX 30B меня вообще никак не впечатлил. Ну да, машина, ну да, она ездит, ну да, она стреляет, но что в ней такого особенного, чтобы ее выкачивать и тратить на нее свои драгоценные часы, минуты и кредиты, я вообще не понимаю. А вот Leopard 1 оказался достаточно неплохой машиной. Да, возможно, она не такая имбоватая, как советский СТ, как Е50М или как просто американский Патон, которого несколько патчей назад апнули и вернули ему нормальную стабилизацию. Но, в теории, ребятки, если предположить, что вы немцы, фил до мозга костей, если вам не хочется выкачивать какие-то другие американские или там французские СТ, если вам хочется именно немецкую технику, чтобы она была более динамичной, чем Е50М и чтобы еще с УВНами, то Leopard достаточно неплохой выбор. Наш немецкий зверь не может похвастаться каким-то супер оригинальным геймплеем. Это вообще самый такой простой обычный классический СТ. Брони у него нет, от слова вообще. Во лбу там 50 мм башня брони, 70 мм ВЛТ. В общем, мы достаточно сладкая цель и для FV-183, и для Т49, и это нужно понимать. Я хочу вам реально сказать, что катал этот танчик и просто чувствовал на себе внимание различных там Т49 и прочих фугасных пацанов. Иногда бывали такие случаи, что я сижу на Мурманке вроде бы в сейвовой ситуации, но меня просто вылетает, упарывается 49-ка, выстреливает по мне один раз и умирает. И все для того, чтобы стрельнуть по мне фугасом и меня пробить. Плюс какие-то другие противники, видя меня и обладая крупными калибрами, там Е100, может быть вафлепазик или гриль, они тоже очень часто пытаются зарядить им на фугасик, потому что брони у нас нет и фугасы мы принимаем просто на раз-два. Про артиллерию, это ребятки грустная история, то есть если вы страдаете от арты на Абексиса 40, на Е50М или на Паттоне, то на Леопарде вы конечно будете страдать в два раза сильнее. Артиллерия нас очень любит и очень часто любит именно с фулл уроном. Поэтому броня это наверное самый главный минус Леопарда. Он абсолютно ничего не может танковать, он абсолютно во всех проекциях пробивается. Если тот же АМХ-30Б иногда какой-то своей маской или ВЛД может танкануть, я сам с таким сталкивался и очень негодовал по этому поводу, потому что в моем восприятии француз этот это полный картон, то Леопард это именно и есть полный картон. Если тот же Паттон 10 уровень американский иногда в редких случаях что-то может танкануть своей маской или ВЛД, ну бывают такие редкие явления, то Леопард никогда и ничего. Что касается его динамики, тут честно говоря мне все нравится. Он быстрый, он динамичный, он ездит туда-сюда обратно. Единственное что меня реально печалило это скорость поворота башни. Реально достаточно медленно. Но медленно если сравнивать со скоростью поворота корпуса, потому что корпусом ты вертишь очень быстро, иногда у тебя в мозгу просто возникает когнитивный диссонанс. Вот ты быстро-быстро поворачиваешь, а башня медленно-медленно. Не говоря уже о том, что критуется механизм поворота башни очень часто, и очень часто именно вообще в красное, то есть башня у тебя вообще не ворочается. Но криты Леопарда это отдельная тема и мы попозже о ней поговорим. А так в принципе динамика отличная, летает, все хорошо. В этом плане он конечно на голову переигрывает и Е50М, и американского Паттона. Что касается пушки. Пушка, ну в принципе обычная как для СТ 10 уровня. 390 урона, 2.68 пробития. Очень конечно хорошая точность как на 100 метров 0.30. Сведение в принципе неплохое 1.9, но стабилизация, ну скажем так, если просто вы едете вперед и кого-то выцеливаете ворочая башни, то стабилизация нормально. Но стоит немножечко тронуть свой корпус, немножко им довернуть, перевернуть, куда-то сдать влево, и конечно разброс сразу увеличивается в 2-3 раза. То есть если не ворочать корпусом, стаб в принципе приемлемый. Если им ворочать, ну такой себе. Да, я слышал жалобы от игроков до того, как начал катать этот танчик, что у Леопарда не очень хорошая стабилизация, что он такой вот иногда косой терапиры. Ну сходу конечно особо не постреляешь, но этот ребятки танк он не для того, чтобы стрелять сходу. Этот ребятки танк это чистый кустовой снайпер. И вот она главная концепция нашего Леопарда. Но тут надо ребятки признаться, что если поставить рядом 2 танка Е50М и Леопард, то Леопард практически по всем характеристикам Е50, как вот на мой взгляд, поигрывает. У Леопарда есть всего лишь несколько небольших преимуществ. Это конечно динамика, маневренность и все, что лежит рядом. То есть двигается Леопардик получше. Это конечно же УВНы. У Леопарда просто отличные УВНы. Минус 9 опускается пушка. Это позволяет нам очень хорошо играть из-за холмов, накидывать и сразу откатываться. И это наверное еще ДПМ. ДПМ у нас тоже повыше, чем у Е50. Если ставить децилатель и все остальное, там можно 3100-3200 где-то так вот нагнать. Учитывая, что у советских СТ тоже там где-то 3300, но у них Альфа 320, а у нас 390, то сами понимаете в чем преимущество. Мы достаточно часто стреляем, в отличие от Е50М. Но тот же Е50 во всем остальном он лучше. У него есть броня, у него есть масса, он может что-то танкануть. У него такая же точная пушка, хоть и сведение похуже. У него получше стабилизация. Да, у Е50 нет офигенных УВНов, точнее они как бы есть там минус 8, но вы сами понимаете, что из-за холмов на Е50 особо не поиграешь. Там все-таки огромный такой вот корпус, вот, и его нужно куда-то прятать. Но все-таки на Е50М, когда ты играешь, ты чувствуешь себя поувереннее, просто за счет того, что иногда тебя не пробивают. И какая-то 49-ка, которая на тебя упарывается, она не пробивает тебя фугасом, да и какой-то там Е100 или Вафлепазик, который тоже стреляет фугасами, они не пробивают тебя. Ты просто чувствуешь уверенность в своих немецких яйцах. А на Леопарде ты боишься всякого, всякого, кто проезжает. Но даже несмотря на все эти минусы, Лео один не понравился. Хороший такой вот кустовой выползен. Не для первой линии, скорее всего для второй. Но у него есть хорошая альфа, у него есть хорошая динамика. И в принципе, по сути своей, эта СТ-шка, это идеальный танк второй линии. Это идеальный подсосник, который помогает своим союзникам. Пока Объект 140 танкует, пока Батчат где-то там вдалеке вырывается, пока Е50М выкатывается бортом и тоже пытается там кого-то выцелить, Леопард стоит позади этих танчиков и накидывает, накидывает, накидывает. И главное все-таки, что он может сделать, это очень быстро переезжать. Да, вот именно, наверное, все-таки в динамике его главные преимущества. Это такая вот передвижная будка с пушкой, которая очень быстро может оказаться на этом фланге, очень быстро может перекатиться на другой фланг, пострелять тут, пострелять там. Ну и, конечно же, не будем забывать про обзор. Очень часто игроки на этой машине не прокачивают максимум в обзор. Они даже не ставят сведения, хотя я играл со сведением. Они ставят оптику и Леопард отлично светит. И тут, дорогие зрители, вам нужно просто понять, хотите вы такой геймплей или нет. То есть, если у вас уже есть Е50М, то, в принципе, для разнообразия вы можете выкачать себе Леопарда и поиграть из кустов, потому что любое другое место, кроме кустов, оканчивается для Леопарда очень быстро. Потому что, когда вы приближаетесь к противнику, фокус смещается именно на вас. Именно в вас начинают все стрелять, именно в вас все начинают фокусить. Потому что и советские СТ можно не пробить случайно, и Е50 можно не пробить случайно. Да и даже тот же Паттон может иногда очень редко что-то танкануть. Вы никогда и ничего просто забудьте об этом. Ну и, конечно же, артиллерия, когда видит вас на поле боя, даже несмотря на всю вашу динамику, она будет пытаться попасть именно в вас. Потому что для арты вы такая же сладкая цель, как раньше была Вафля, или как сейчас Гриль 15, или какой-нибудь другой там Вафлепазик. В общем и целом, СТ неплохой. Но, честно скажу, ребятки, не под мой геймплей. Потому что я люблю врываться, я люблю на СТ быть в гуще событий, я люблю помогать своим союзникам, где-то там что-то делать, туда-сюда ездить. А все-таки Леопард, это больше танчик, знаете, для таких вот Малиновок, Прохоровок, когда ты там сдалека накидываешь на 400-500 метров, и потом уже в конце боя, может быть, жертвуешь какими-то своими ХП, чтобы что-то там танкануть и вытянуть этот бой. Мне, честно говоря, такой геймплей не нравится. Мне нравится более бодрый. Но если вам нравится именно это, и вы четко понимаете, зачем вам нужен этот танк, вы можете его выкачать, поставить себе в ангар и любоваться им. Но если лично меня вы спросите, Джофф, а что тебе больше понравилось в немецкой ветке? или Е50М или Леопард 1, все-таки у Леопарда не будем забывать, что лучше динамика, лучше УПН и ДПМ, то я вам, ребятки, скажу, что Е50, как по мне, лучше. Он все-таки действительно, это все-таки действительно мощь. Ты когда катаешься на Е50, ты чувствуешь в своих руках нереальную мощь. А вот когда ты катаешься на Леопарде, ты чувствуешь в своих руках картон, и ты просто ссышься от каждого фугаса. И тут даже дело не в артиллерии, а в разных других фугасных пацанах, которые упарываются на тебя, чтобы один раз выстрелить за бой. Вот такое вот, ребятки, у меня мнение об этом немецком СТ. Пишите в комментах, что вы думаете о нем, и в самое ближайшее время я вам расскажу про МХ-30Б. Но честно вам скажу, никаких особо положительных эмоций от обкатывания этого танчика я сейчас не ощущаю, потому что я вообще не понимаю, нафига он нужен, если есть тот же офигенный американский паттерн со стабилизацией. Но, возможно, я просто пока что не разобрался в нем. Так что поживем, увидим. А на этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, и увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok